здравствуйте люди это новый выпуск слушает сюда на стритбит тв всем привет мы рады вас видеть здорово постоянные наши участники быстренько их представлю это бассе вот она слева сегодня это бассе хлоп хлоп это саша ваш с нами здесь валера артюхов наш шикарный гость джека виби группа три илюша шалашов здравствуйте здравствуйте я илья шалашов я пришел включить снудога погнали сразу круто когда сразу заявляешь цель закачал сначала надо сказать что виби это фамилия его прикинь я всегда думал вайба вайб тгк типа по приколу будем читать как бич донки ума виби а это фамилия мы должны сказать что легенды легенды я все время говорю что я не легенда а мне джама говорит да легенда ты легенда говорит на 1 1 1 плохое что-то сказал нет вот надо слушать джама вообще философ катуда я вообще тоже я как-то вот такое это можно назвать underground или просто типа не на тот момент это не надо просто наверное такой вот фига себе ты сейчас просто стрелу в сердце вот человек не удастся врать а ты хотел быть андеграундом ничего себе хотел я и был андеграундом ты нихуя underground но это тогда сильно сильно выстреливший underground когда уже мы своровали думаете черно-белый сэмпл пришли джами на кухню записали и вконтакте выложили как это назвать попсой не назовешь это пиратство до вас будут судить я первым напишу заявление посмотрим еще кто кого судить андеграунд а то что underground это когда у тебя нет выхода на радиостанции на телевидении не было выхода бро не было все тогда андеграунд если говорим про засудить у меня есть одна криминальная история связана как легкокриминальная история мне было 17 лет очень легкий криминал 17 лет мне было в городе самара я подделывал документы для того чтобы попасть на концерт три агрутрики в метелицу с они приезжали и я вообще и должен сноб гэкста париза это мы сейчас включим мы сейчас дойдем до снобдога в итоге не прикинь ты поделаешь ты женщина только женщина возраст не поменял просто добавил прическу пол поменял и пустили а блять проходи уже на подорожде ким завивка какая-то девчонки они же раньше взросли красивая просто некрасивая девчонка пустили на концерту замести я круто я стоял в первом ряду и я всем вам отбил петюни всем я и потом ты будешь это да конечно не грусти ты не помнишь некрасивую девчонку в первом ряду помню смотрю кто-то прям на 17 лет тянет мы были метелицы раз пять наверное вот это где-то третий раз был я примерно помню это было скажи пожалуйста а деньги остались еще с тех времен или уже все потрачено ну типа это же была пиковая . реально когда вы наверное прям это мы только с кухни вышли вообще закончились деньги с вот того года когда вышел вечерний какие там были деньги ты чё блин кстати вам не обидно гроши были гроши было не то что но типа знаешь что ты хочешь сказать про что сейчас какие-то дам два плюс два не знаю сколько там такого уровня рэперы получают много денег а раньше стриминга клевые рэперы обзор ты снимаешь языка мало день лучше чем ты даже не сказал но до нас были гениальные божественные рэперы которые вообще ничего не получили к этому все относительно это всякие чемоданы вот это или это после не это с нами но нашего не ну вот кто был ангидом вспомнить я пытаюсь понять эти слова это вообще не обсуждается на такой передаче не загорить кто-то был до вас блин ну там семья юга братан мой юг из ростова нет нет ты чё но была же группа юг пещерные люди была группа если ты думал на эту минуту то она у тебя убавилась короче потому что ты не знаешь это супер поюка ты не знаешь что за пьяные люди я поэтому сижу и не пизженые группа юг который южный голова из ростова москвы стозавода бирюлёва я всегда думал что они из ростова потому что юг а они из бирюлёва мы будем слушать снабдога илюх к музыке он хочет к музыке не я просто про финансы хотел больше узнать сколько пацаны заработали тогда я вообще в шоке короче раньше считалось неприлично спрашивать про деньги да ушли времена да да ты придерживаешься с точки зрения да он взрослый уже чем к нему пристали то сколько тебе лет же 34 моложе бассей так неприлично говорить и спросить уже у тебя две сгорело короче графика у него короче две точки красные горят тогда понятно что челябинска почему-то и 15 лет назад выглядел уже старым вот это прожарка это челябинска это челябинска блин я почему-то уже думал что там ребята всем из тдгк вообще под 40 больше они молодыми начали оказывается прикинь да под 40 тебе итак хуй с ним к песням погнали так новинкам переходим в студию начнем с твоей что-то да моя новинка да вообще новинка у меня пиздец это русский рад головорезы бро и даже не песчаным нет это брик базука у что знаете брик конечно конечно я дикнейм брик базука крутой чувак да давайте послушаем потом поговорим про брик базуку дорога остыла забрала все силы пусть меня вдали носит бомбило не ловит мобилом почти нету филу и последние сегуи то дождем смыла но я не тону я научилась ходим ко дно еще и бед вирус соман гитара я будто бандерас я не заметил то как я вырос звучит круто вообще инструмента муравей с нами говорит на языке музыки здесь короче он у нас вот здесь вот висел вот еще раз просто надо его поесть хорошо а как сюда попасть что нужно сделать мурую чтобы он 600 рублей мне перевести на сбербанк но это если деньги и закончились на киви кошелек не на киви больше нельзя все закончено и так брик базука грязный луи да это не новый по моему прям супер новый трек если я не ошибаюсь конжен в прошлом году альбом брик базуки вот я поэтому и думаю день сурка я должен сказать сразу меня этот трек есть в моем плейлисте уже поэтому здесь я просто сразу давайте отстреляюсь и поставлю луис автоматически что он у меня добавлен сейчас голосовать да вот чему все вело я тоже голосую сразу да все или у меня нету здесь у тебя если ты приносишь трек и он тебе нравится и такой против себя да пожалуйста хорошо два два уже есть давайте рассуждаем ты плюс знакомы ли ты с исполнителями нет но с муравьем знакома с муравьем знаком были какой вообще состав муравей попку лизала спасибо спасли меня подрисуйте пожалуйста валерий флешбеки типа как эти картолеты и он типа на прожарке все кайш и сидит в инкарту я я этот я немножко прибаливая такой знаешь я типа я не буду глубоко копать я такой как есть муравьями жопку минус офигенный мне очень минус офигенный муравей да так все все и все и брик базука как будто отчаянный с чемоданом этот антонио бандерас как вообще мы бьем по флешбекам мне вообще понравилось вообще в целом не кладь во первых реально класса такой даркова бит мне такое нравится когда смесь олдскула и даже чего-то не олдскул мне понравилось правда я знаю еще грязного луи я не то что очень много слушал но я имею представлена вот там второе читала я тут я помню я никого не знаю из пацанов муравья ты знаешь муравья знаю вот но да здесь конечно бит сразу делает тебя засасывает в тректе хочется послушать что будет а кто будет читать поэтому сто процентов да муравья есть какая-то магическое девчанки я рад то что вам понравилось 50 мы можем пока это все давайте зафиксируем что мы взяли третин запомни надо вернуться назад стеклянный взгляд этот фальшивый посад чтобы взлететь но тут нужна полоса но надали в небеса я молчу ни о чем повсюду об этом трубе если долго смотреть бездну она начинает смотреть тебе просто хотел про муравья еще добавить что у него реально есть какая-то такая магический дар вот так тебя забирать вот так на злом вот так он тебя 5 иди сюда у меня у него есть трек часы называется мне он очень нравится ты сразу такой бум стрелки оставляют суши они же там это сгу фунда альбом их и на очень классно и когда они сделали на газгольвере фирма дайву мой любимый способ зарабатывать деньги люди ждут люди лезут на стенки фирма если ты любишь ты тебе сюда собирайся и беги это не нога с гамбери это у их чисто движуха кстати она передача через две недели послушайте фирма 2 я там кстати тоже будет не выйдет или бы уже вышел либо прямо сейчас выйдем антан фирма два и ты будешь там да Охуенно. Круто. Первая фирма прям вообще стоила того, чтобы ее послушать. Вторая вообще другая будет. Первая была у них короткая, а эта будет супер длинная, и там народу будет вообще тьма. А вот если сравнимать... Все, наконец-то Ройлтис дойдут. Все. Все слушайте. Я не понял прикол. Но я имею в виду со времен тех понял, что сейчас... Те уже не дойдут. Мне иногда, знаешь что, я приезжаю на шиномонтаж, мне такие, да, бесплатно, братан. Я говорю, да, хорош. Мне такие, не, чувак, я, блядь, тебя с торрентов качал, я тебе должен. Вот так это доходит. Это хорошо. Прикиньте, какая подстава, да? Не, прикинь, они так все, это просто, ну, деньги это же по сути просто форма бартера, ну, типа, переходи к международным. Все запомнили, приходишь там к стоматологу, такой, да, делаем тебе винир, бесплатно. Вот так нас и залечит. Один, братан. Ну, очень много историй скачали. Нет, деньги это деньги, надо брать деньгами. Деньги два. Слышали такое? Да, у меня есть страх. Я про это играю. А вот про фастфуд что-то можешь сказать? Что такое фастфуд? Фастфуд мюзик. Это очень старый твой трек, который у меня играет чаще всего, наверное, вообще из всех возможных. Тряк, рутрика, черный баллон, по белому фону, ну или белым по черному фону, не помню, по-моему, порой мы морем. На мегафоне роминг, утро на море, мы в огромном номере, две беломорины взорваны, стрёмные маски сорваны. Мне он не очень нравится. Я проголосую. За что? За что скажешь? А, за нашего кандидата. За Каньи Веста. За Каньи Веста. Поэтому я принесла на Минку. Так, голосуйте. Канни Вест, Тайдола Сайн, Пэйд. Можно я быстро скажу аналогию? Помните, пацаны приходили «Нет, ты что!» к нам сюда? Да. И включали трек «Федук» со скрипом. Это я включила. Да, да. И они такие. И там был момент, где «У-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». И пацаны такие «Блядь, ну что это, о что-то». Я сейчас подумал, что у них прям настроение. Что это музыка? Что это музыка? Я так подумал, что сейчас просто было похоже в момент. А вы видели эту тему, что русские ребята угорали в инстаграме, что Kanye West украл, ну, типа, сэмпл у Дымка. Дымок. Нет. Трендует, нет? Ну, короче, очень много кто выкладывал, но это нет. Там по-другому все. И ноты, и другие. Просто у таланта, у таланта в одинаковом мысли, понимаете? Ну, хотя фиг узнать, там, смотри, вдруг ему этот Яролаш из слова пацана скинул. Через Гошу Рубчинского. И это все хайп, чуваки, все хайп. Он сказал, не плачешь, а как тебе Дымок? Тише, Женек мучится, че, брат? Да, Яролаш, Дымок, Кенюэс, все сразу. Ты не успеваешь? Да, блядь, блядь, блядь. Просто хэштеги. Хэштеги, как будто идут дальше. Ну, ты ничего крутого. Яролашка, яролашка, яролашка. Дъявам о высоком, брик-базука, чемодан. Яролашка, Дымок, Согласен. Не, подожди, высочные люди. Хорошо, я готов поставить, этот, ээээ... Сердечко. Да, ты Канни Весту? Почему, обоснуй же. Ты ставишь сердечко в том случае, если... Впросто, ну же девушка принесла, реально, так все просто в твоей жизни. Надо ставить, смотри, как в твоей... Она женщина, она женщина, ты может быть злее. По существу все. Ты себе добавишь в флэлист этот трек? По сути. Да ладно. Да нет, она посрал альбом, он говорит, Канни альбом дерьмище. Да он его не слушал даже. Я не дошел до этого драка. Какой он, втройстый? Сто процентов он его не слушал. Хорош. Честно скажи, ты его слушал? Нормальная, прямая бочка, да, все как мы любим. Ты его слушал, а альбом Канни вас ставит? Этот трек нет, альбом начинал. Вот, видишь? Он не слушал его. Он даже не дошел до этого трека, хорошо в конце. Ну я лайк поставил уже, все. Без сарказма. Добавил бы себе трек. Да, да, да. Без сарказма и без подниги и не бачит. Мы на добавил, братан. Тебе надо хитрого Лиша играть сегодня. Или мультики «Песочные люди». Да. «Песочные люди». Да. Никаких песчаных людей больше. Песочные. Да, мы добавляем этот трек во все плейлисты. Сейчас мы еще сами проголосуем, тоже поймем. Вы что, кто-то скажете, нет? Ну вот Александр, например. Скажи «да». Я скажу «да». Просто мне нравится искренне, да. Это танцевальный трек. Потому что Канни уже вообще не ограничивает себя. Ни в чем, кстати. Даже в одежде. Короче, мне этот трек напоминает Fates альбома. Да, да, блядь, я сказал это в самом начале. А я Fates очень люблю, вообще обожаю. Он порвал мне бошку, что ты слушаешь хип-хоп альбом, да, классический. И потом бам, и вот такой просто хаос включать. Просто в тренажерном зале кто-то танцует. Очень круто, очень круто. Кто-то. Вот. Этот, конечно, проигрывает Fates. Канни ничего нового не сделала. Конечно. Он также, да, все те же ходы использует, все те же жанры, но куда уже. Теперь еще и дочку засунул на альбом. Дочку засунул на альбом, но от этого альбом не стал лучше. Да, согласен, мне не понравился. Вот. Этот трек, да, я люблю танцевальную музыку в исполнении Канни и его друзей. Это клуб Диснея. 11 друзей Канни. Nickelodeon. Окей, Валер. Я да. Че, я послушал альбом Канни, естественно. Мне очень нравится трек, он еще до этого вышел. Полностью. Мы должны уточнять здесь, сколько это было. Волчерс. Волчерс. Стервятники. Волчерс. Волчерс. Я учил английский по ГТА-4. Волчерс. 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 Лайк. Лайк. Окей. Мой друг, который нравится, этот трек очень хорошо. Окей, окей. Волчерс. 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 Ну, Женек подстроился под баси тоже. Да. Плюс, 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 плюс. А ты, Илюш, че? Да я че, я, ребят. Получается, вы все подстроились под меня? Нет, я под музыку подстроился. Я послушал альбом Канни Веста. Должен сказать, что он мне понравился. Может быть, не так сильно, как мне нравились старые альбомы Канни Веста. Ну, понятно, что сильно все поменялось. Но, тем не менее, лайк. 5-0, ребята. Хороша идиом. 5-0, поздравляю. Все, похуй, погнали дальше. Все, похуй, погнали дальше. Все, похуй, погнали дальше. Кто? Валер, Сань. Кто хочет? Валер, конечно, уступай. Давайте я. Я тоже рэп. Я тоже рэп. Я тоже рэп. Я тоже рэп. Давайте я, я тоже рэп. Мама, я тоже рэп. Да блин, я Гучи Гэ. Я и сам в некотором роде рэп. Я выбрал трек, который мне в целом понравился. И мне стало интересно, до того, как мы на съемке лично познакомились с Женей, как ты относишься к такой новой школе. Там трек Love 6x и Мартин. Угу. Я до этого Love 6x. Знаешь, как кто это видел? Ну да, слышал слово. Love 6x как-то так. Сейчас мне все больше стало в меня попадать. И вот этот трек мне прям вообще понравился. поэтому я его принес вам. Ехала! А где здесь рэп? Валера сказал, я тоже рэп. Под камнем. Не сказал бы, что это прямо… Координаты оставим в сообщении, координаты рэпа. А как мне это не надоело автотюновый рэп, я уже не могу. Давайте какие-то послушаем слова. У тебя кризис в среднем возрасте. Тебе все надоело. Я токсик. Тебе все надоело. Я токсис. Валера, что ли? Ты в Каннивест на айбоме вообще не слышал автотюн? Давай быть честным. Ну ладно, это Каннивест. Ну что, ну типа какая… Ну блять, здесь прием просто. Ну типа… Я понимаю, что есть автотюн, но это, знаешь, как в разном. Так можно сказать, блять, надоело ноты си и соль. Ну тут бесхлебные мальчишки голоса под автотюном, это вообще надо читать жестко. Смотришь на вас и понимаешь, что иногда бытового насилия недостаточно. Его как будто не хватает чуть-чуть. Под автотюн? Да. Все, Олег, я думал, ты что-то хочешь еще сказать, не про трек? Да нет, сразу голосуем. Можете голосовать? Давай с Жеки начнем. Давай с Жеки. Я буду голосать четвертым. Я хотел через этот трек еще узнать в целом позицию Жеки по современной школе. По нью-скулу. Окей, окей. Если Жека голосует четвертым, то первым голосует Валера. Давай я проголосую первым. Саня? Татьки мнем. Давай, Сань. Валера, понятно, плюс, я минус. Не люблю. Это вот как раз все пусть и щипательное, то, что Бастин называет. Очень такой, я такое не слушаю, мне такое неприятно. Там нет инструментала, который тебя зацепит. Нет текста, который тебя зацепит. Пацаны делают в своем стиле, да, у этого есть аудитория. Просто я не она, я не эта аудитория. Понял. Круто, спасибо, это кайфово. Давайте я тогда быстро тоже скажу. Кайфово. Ну кайфово, слушай, слушай. Очень аргументично, аргументированно разложу. Слушайте. Хорошо. Давайте так. Трек мне понравился, но первое время. Потом. Первые два часа. Первые два часа трек охуенно заходил. Потом я начал ловить себя на мысль, что я начал думать о чем-то другом. Представляете? Такое не часто случается со мной. То есть ты хочешь убежать от этого трека, видишь Илья? Я не смог сфокусироваться на нем. И я вот сейчас, вот если вы меня спросите. Ну психолог. Илья, можешь ли ты напеть трек или сказать о чем он был? Я не смогу этого сдаться. Но я даже мелодику не смог запомнить. Это называется не заинтересовал. Меня подразил. Да, я короче понял, что меня мысли увели куда-то. И, наверное, это показатель того, что я себе такое, наверное, нравил. Ну, кстати, я не в защите трека, но в целом. Но если тебя во время прослушивания музыки куда-то уводят мысли, иногда это хорошо. Да, если ты слушаешь, например, Бориса Брейча, и ты такой не полетел. Это да. Но, блин, я просто, не знаю, я люблю слушать смыслы в песнях. Правда. Лирикой. Лирикой. Трек проходной. Да не обязательно. Не обязательно лирику. Извини. Просто когда трек проходной, и у тебя ничего не остается, я такой, ну, вряд ли я его себе кусал. Ну, поставь плюс просто. Ну, зачем? Ну, так сейчас мне надо будет, чтобы удобно было. Не-не-не-не-не-не-не-не. Хочешь посудить за спинц? Я был один раз, подожди. Там, короче, сидел мастер-шеф в жюри. Кто знает мастер-шефа? Он мне все время говорит. Ивлев. Братан, сейчас надо сказать, короче, вот так. Я такой, базара нет за нашего кандидата. И так и говорил? Ну да, ну а что просит человек? А что за шоу? Не важно. Важно, что мастер-шеф просил. Мастер-шеф решает, как проголосовать. Плюсы и минусы мастер-шефа. Это нигде выбирали молодых рэперов, что-то нет? Ну, естественно, что молодых. Что выбираем и что рэперов. Да. Три из трех. Минус. Извини, Жак. Буду честным до конца. Кто теперь? Я. Что скажешь, Бась? Ну по твоей реакции все понятно. Я скажу минус. Потому что единственное, что мне здесь понравилось, ну так, на пол шишки, это минус. Все. Итак, Бась, в итоге минус. Да? Лайк не ставится. Итого, у нас пока одно одинокое сердечко у Валеры. Да все понятно, трек уже так слетает, короче. Я, конечно, хотел плюс поставить, но уже не важно. Нет, ты можешь поставить. Смотри, ты бы себе трек добавил в пыли? Нет. Тогда минус. Да. Итак, Валер, извини. А будешь как-то аргументировать, почему нет? Да, блин, не знаю. Знаешь, вот я так скажу, короче, нам еще, блядь, не выступать вместе с ними, со всеми. Не хочу сильно разъебывать, но типы вот есть, даже здесь присутствуют, которые вот чувствуют, примерно так же, как я, они понимают то, что я не могу, короче, вот. Не думаю, что это нуждается в том, что аргументировать. Да нет, как раз. Нет ничего такого, что меня бы отражало в этом, короче, и все. Да, не попадает, не попадает. Не попадает, не попадает. Не твоя тема, короче. Да. Я не могу сказать, что это какая-то шляпа. То есть, они как бы нормально двигаются, у них там свое, там вообще народу пиздец. Слушай, так мы же вообще убиваются за это, но… Мы не пытаемся объективизировать, только субъективность. Надо объективизировать. Только субъективность. Да, наоборот, как раз… Только субъективность. Старая школа объективность. Есть же, знаешь, там тоже представители, кто наоборот, действительно такие говорят, о, нравится все вот это. Кто-то такие, нет, это типа, ну, не впадает в нас. Поэтому просто, ну, интересно, срез такой. Так, Сань, ты остался. Да, оценил. Я остался, врубаем мою новиночку. Сразу, без аргументов. Давайте заценим, да, потом обсудим. Ха. Новиночка. Темпа, темпа, динамики. Я голосую за. Хорошо. Нас с ним общение не задалось, надо как-то это выравниваться. просто. Я думал, он искренне. А он до сих пор конъюнктурит. Он голосует как надо. Нет, трек физнатый, этот, бит вообще жесткий, офигенный. И вокал такой, как будто, блядь, радиоджаз включил случайно, и бит под него попал. О, да, меня здесь вокалы сильно цепляют. Ну, конечно, это какая-то, знаешь, как я это называю, авангард, короче, в авангарде, ребята. А кто это? Это сэр. Он сэр, сэр пишется. Прикольно. А, я, кстати, знаю. What about sir? Известный чувак. Если представить, что он какает в этот момент, то многое объясняет. Ты, скорее, пьяный, сильно пьяный. Слушай, про ссор, про ссор историю. Стоим, короче, с пузырем на Серпуховской возле студии. И идет какой-то бит жесткий алкаш. Ну, видно, сейчас что-то просить будет. А мы не хотим ему ничего давать. И мы прикинулись, что мы американцы, короче. И стоим, понял, по-английски база. С флагом. Нет. Просто типа чата на английском языке. Стоим, поем гим. И он подходит и начинает троить. Ну, понимает, что его не поймет никто. Отошел такой. И стоит в стороне, наблюдает. И мы уже заходим в студию. И он бежит вслед и орет. Сэр! Сэр! Типа он в итоге сориентировался. И вспомнил. Овсянка! Разъеб. Ладно, нормальный трек. Вот что мы поняли, да? Да, сразу цепляет вокал. Я обожаю, когда люди экспериментируют с вокалом. Когда они прям вот дурачатся. Здесь же можно сказать, что он прям дурачится. Вот как хочет вообще делать это. Ну что, ты трек-то выбираешь этот или? Слушай, ну блин, я могу сказать, вот идеально сказал слово авангард. Ну давай да. Все? Да? Да. Да, да, да. Все да. Бася, да? Я тоже скажу да. Спасибо. Взяли трек, продолжаем. Погнали дальше. У нас категория вопросы гостю. Вопросы гостю. Кто хочет задать вопрос? Я давай задам. Давайте, Валера. Я смотрел некие интервью, общение, где был Жека. И вот в одном ты рассказывал, что вы не любили R&B. Что у вас даже было как бы движение анти-R&B, да? Там в Челябии, что вы такие типа как-то это. На Урале, на все. Ну да, все. В противостоянии. А почему? Сразу скажи. Почему? В чем противостояние? Сложно это объяснить. Ну короче, это 2006 год был. Как-то вот, понимаете, вещи, которые по отдельности ничего из себя не представляют плохого. Когда собираются вместе, превращаются в какой-то пиздец. Автозагар, гигантский ремень Дольче Габбана, блять. Футболка, как будто мальчик вырос за ночь, типа вот знаешь, с этими короткими руками. И вот оно вот все в этой совокупности. Больше антураж, короче, внешний. Про какую-то хуйню. А этот, денег-то нет ни у кого. Футболка не настоящая, ремень тоже. Ну это так все было. По возрасту, короче. Да. И вот, если сейчас еще такие нравы, видишь какие, достаточно можно все, то тогда можно меньше было. И эта хуйня вообще, какая-то дичь оказалась прям жесткая. То есть вы были против RnB, которые в России пытались делать подражать? Не то, что там тысячел. Короче, они были против Тимати. Мы против мирового RnB. Не могу сказать какое-то имя. Мы не против какого-то были конкретного артиста. Против жанра. Не было такого. Против одного комьюнити. Чувак, это субкультура. Против вечеринки. Сладкого вайба. Да, против этой хуйни всей, короче. Сладкий вайб. Мы против сладкого вайба. Ну это был альбон, сладкий вайб. Своего позволения. Пусть и сжибательно. Да, офигенно. Так, Валер. В чем вопрос? Короче, я правда воспринял и думал, что все RnB, включая западное, потому что я думал как жанр. Нет, ты что? Но вопрос такой, типа, есть ли какой-то трек, который либо тебе там нравится, наименьшее из дерьма, либо может быть ты сейчас поменял к нему свое мнение, и ты такой, ну это окей, вот это в RnB потянет. Понял? Ну что ты бы смог принять для себя? Я стесняюсь вообще очень сильно. Песню, которую сейчас мы будем слушать. Давай так, я вернул на чуть-чуть рубрику Guilty Pleasure в наше шоу. Люди иногда скучают. Ну мы поставим сейчас Бьянку, короче, просто. Бьянка легенда. Я хочу быть только с тобой. Буду снова радости или роды слабости? Буду без тебя грусти или ты не в ярости? Как же тебя отпусти? Если что, не так, прости. Буду с тобой кент захочешь, только не уходи. Я представил, что, прикиньте, если бы когда трек заканчивается, бачит, так вот совсем все дальше. Ой! Я, короче, ставлю минус этому треку. Почему? Я все еще против RnB. Ну этот трек замечалось каждому наседаю. Слушай, ну трек легендарный. Вот тяжело, это тяжелая задачка. Как будто бы, да, сейчас это RnB слушается еще более сладко, чем так. Давайте начнем с тех, для кого задачка поставить лайк или не лайк простая. Давай. Я против. Так. Я тоже. Ну вот если прям вот мне подойдет человек на улице, влючит песню и мне скажет, добавляешь в себе плейлист? Как? Не подходи ко мне, я даже не слышу меня в наушниках. Сразу челюсть сломаю. Ну я, наверное, тоже против, но я буду честен. Например, трек Бианке «Наступит ночь», я бы проголосовал «за». Ты нет? Я не люблю этот трек. И ты тоже нет. Итого один плюс. Бианка, прости. Макс Лаурен. Так он сам его принес. Если что не так, прости. Если что не так, прости. Только не уходи. Да. Итак, а ты будешь про какой-то трек? Я тоже принес трек. Я, правда, думал, что это имелось в виду R&B не только российское. Я бы что-нибудь накопал, наверное, тоже из какого-нибудь условного Бандераса. Но я взял шире и я пришел принести трек, чтобы показать, что, типа, R&B и даже сейчас. Правильно. Это развитие этой темы. Мы говорим о том, что это была исключительно речь про русское R&B мерзкое в автозагарии, которое… Автозагар – это вообще разве попадание? Да. А вот это, то, что ты сейчас включишь, это будет хорошее завершение этой истории. И то, я хотел сказать, мы тоже часто обсуждали, что R&B, даже в Америке, он супер популярный жанр, но там все тоже одинаковое и гораздо даже более одинаковое, чем автотюн. Словно Крис Браун, там миллионы просмотров, там стадионы, но оно, знаешь, как лакетская музыка, оно все вот… Ну, опять же, с другой стороны, поколения молодые растут, всем хочется, я тоже… Крис Браун – это который пиздил Рямова? Да, да, да. Вообще, я сильно другой человек в треках. Круто, что вы уточнили. Точно тот Крис Браун? Типа, да, почему я устал? Правда, деформация? Потому что Ликторин, который сделал два лирических отступления. Да я пытаюсь, короче, треки… Он не импровизирует. Я пытаюсь, я просто устал ему прийти. Я пытаюсь, я иду к нему, я принес трек, который… Я запутался, куда ты идешь? К треку. Ты идешь к треку? Главное, идет к импровизации. Ты идешь к зарубежному R&B? Легенда. R&B. Ашер. Ашер! Выпускает новый альбом. Но на нем я выбрал трек. Причем этот трек все хотел привести в новинках, но откладывал. А здесь он ремикс. Короче, ну сейчас я вам опишу сразу. Джанг Кук, который более известный как Чонгук. Чувак из BTS главный. Я уже устал тоже. Видишь? От тебя быстро устаешь, видишь почему-то? Конкретного часа. Чувак был солист BTS. Как я могу вам помочь? Я могу разбавлять это что-то. Я не знаю, направлять его может? Наше шоу еще просвещает. И тоже мы ни разу кей-попу мне обсуждали практически. Так. Который сейчас начал сольную там карьеру. Альбом Golden. Альбом Golden? В общем, что он R&B американское через кей-поп объясняет. Да, нет. Так у него даже есть трек. Этот трек вошел в альбом Ашера, который R&B. И Ашер сделал R&B-ремикс на этот трек. На кей-поповский. Но он вообще, он даже не в кей-попе, он в попе по сути. То есть... В полный. Давайте трек уже слушаем. Ладно, я подготовил презентацию. Пожалуйста, в грань. Послушаем, может послушаем просто. Да, я не советую предлагаю. Давайте, да. Мы с бассей не поняли, короче. Трек. В начале был Чунгук, потом был Ашер. И миксовал. Да просто R&B трек, в котором сначала первый куплет поет Юнгук. Так вообще никого это не R&B. Да блять, я же объяснял, если меня как раз не перебивали. У меня просто нет сил, чтобы это орать. Я больно, я же говорил. У вас нет сил это слушать. Специально принес. Изначально. Не, я все понял. Поп-жанр. Но Ашер добавил там второй части R&B. Чтобы не просить классический R&B, который будет сладкий. Но я не на вас, что тут надо дольше объяснять, чем Бьянка. Бьянка, можно сказать? Бьянка. Такая, я все знаю. Ашер. Удивляйтесь. Да не Ашер. Может ты первое что спросила? Знаете, что было пока? Она говорит, это Ашер. Я говорю, нет блять, Чунгук. Я же объяснял до этого. Ты сам сказал, что Ашер. Да блять, потом был Ашер. Ну два оркиста. Разреки обстановку. Так, нахуй блять, остановились. А дома он ее бьет еще. Все. В начале был. Кук. Кук. Потом Ашер. Фу, фу, нет. Как? Кук Ашер. R&B. Ой, тяжело. Ладно, я за голосу. Давай включим этот трек. Давайте. Сначала. Сначала. Заводила жизнь. Добавим. Из воды. Ты бы себе добавил в плейлист? Да, да. Да, вот после того сразу. Отдельный твой плейлист сарказма? Нет, нет, нормально, давай добавим. Ашер так плюс. Да они там по-любому с брик-базукой слушают. Илюх, я бы добавил тоже. Он прям начинается как будто вообще трек Тимберлейка. Классический, мажорный, хороший, качественный R&B. Хорошо, плюс. Плюс. Соответственно, Бася. Плюс. Плюс. Ее тоже плюсы, блин, понравилось. Ашер. Блин, ну удивительно, что он… Это как… Он недавно сделал? Это он недавно сделал? Да. Как давно это? Это довольно новый альбом. Блин, клупо. Скука сейчас Ашеру лет вообще. Пятьдесят. Блядь, а ты вообще охуенно. Как и Бьянки. Нет? Видите? Вы теперь поняли мою тактику? Я вас вначале измотал, что любому треку были рады уже. И проголосовали. Это как в мультфильмах. Обычно это показывает так, что там изматываешь, он его вот так пальчиком толкает, тот падает потом. Понимаете? Хуй с ним. Добавили трек. Ура! 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 Так, кто хочет задать вопрос следующий? Кто следующий? Ты? Да. В общем, ты уже взрослый. Ты подаришь мне что-то? Ой, замуж же тебя бы поменял. Планируешь ли что-то научиться? Баса планирует аттестат вручить. Не, поэтому еще поговорю, откуда берутся дети. Ты уже взрослый. Объясни откуда? Ты уже взрослый. Надо включить трекмент. Я взрослый. Есть много всяких молодежных рэперов, которых мы не понимаем, не принимаем. Кто мы? Кто мы? Я все понимаю, все принимаю. Все люди, да. Ладно. Ты бабка. Я бабка, да. У меня такой вопрос. Есть ли в этом огромное количество нового рэпа, молодежного, тот человек, артист-исполнитель, которого ты мог бы посоветовать подрастающим поколениям? Если тебе не нравится что-то, скорее всего, это хуйня. Просто не слушай это, и все. Если тебе целое десять лет уже ничего не нравится, значит десять лет одна хуйня какая-то. Вот. Просто, что чувствуешь, то и слушай. Джейсон стоит. Тебе пытаться навязать какую-то хуйню. Братишка, тему сказал. Тема реальная, бля-бля. Что, ехала? Музыку? Ехала музыку, давайте послушаем. Кто? Что? Кто включает что из вас? Что? Жека включает, Жека же отвечает. Да. Жека отвечает. Жека отвечает. Подожди, у меня Windows перезагружается. Она у тебя спросила. Кого? Она спросила. Про молодых реперов. А я не подготовился. Ты не подготовил? А ты можешь что сказать? Ну давай тогда, ты поехал? Я остаюсь по сторонам. Не могу ничего сказать и слушать ничего не будем. Давай дальше следующую рубрику просто. Как? А мы не будем добавлять трека в этом вопросе? Впервые провокации в шоу. Короче трек не умая. Трек он будет. Давай следующую рубрику начнем. Подождите. Мы должны сначала узнать. Он просто саботирует. Мы должны сначала узнать. Какой Бася принесла трек к этому вопросу? Давай послушаем трек к Бася. Давай, давай. Я так готовилась к этому вопросу. Давай послушаем твой трек. Давай послушаем твой трек. Слушай, как так ты готовилась? Три раза менял вопрос. Смотри, если он саботирует, давай тоже будем делать вот так. New School. Все кто вы, он просто отрицает вас как явление. Импровизация. Всех нет. Он импровизирует. Я импровизирую сейчас, да. А почему ты в переписке просто? Я не в переписке, я читал вопрос, запоминал. Про новую школу? Да. На всякий случай, чтобы не забыть. Мало ли чем. Так готовилась. Я, ну, этот человек был у нас уже в студии. Вот. И, ну, он все-таки фрешмен, я так считаю. Вот, поэтому врубаем. Объясню Жене, почему я принесла. Вы-то, наверное, в курсе, потому что мне нравится. Женя? Что такое? Мне нравится в целом, когда рэпер пробует что-то интересное, новое, мешает какие-то свои народные штучки, внедряет туда рэп и, например, электронные какие-то биты, инструменталы и тому подобное. Поэтому мне очень нравится, что делает близкий. А мне показался ли там рифма горы-горы? У меня из окна видно вот такие горы. Город. Это припевная. Если не... Понятно, но ведь здесь взгляд на мой город. А, да? Город. Ты слабаешь? Мне очень нравится. Да, когда мы... Да, Валерий Лойс. Он не идет на поводу ни у кого, ни у моды в музыке. Просто делает сам то, что он чувствует, делает уникальную какую-то музыку, отличающуюся от всего остального. Валерий Лойс. Ты не знаком с его творчеством? Нет. Первый раз слышал. Ну, ставим лайк, чтобы дадим дорогу молодежи, чтобы все двигались, росли, развивались. Дадим дорогу молодежи. За счет этой передачи. Марины Федунки. Пусть, да. Пусть. В косынке. Ну, расскажи, тебе это понравилось? Вот ты первый раз ушел. Да, нормально. Ну, например, вот если сравнить Валерий, что-то там Сода Лава привез, да? Или кого? Лав 666. Лав 666. Лав 666. И, например, Валера Рубинский. Ну, да. Не, ну, подожди. Нет, ну, просто смотри, например, они все, можно так сказать, типа, так сказать, молодежь, но вот Валера, например, он не, ну, как бы, я не слышал ничего. Она просто хочет, чтобы ты ее похвалил, что она молодежь. Да-да-да. Сквали на трек. Это похвала. Я ей насрать на трек. Ей надо, чтобы ты ее похвалил. Чего? Ты прекрасно выглядишь, я уже сказал. И треки очень хорошие приносишь, байс. Ты вообще молодец. Чиназус. Сюда. Сюда. Что? Что это значит? Они чурился не смотрят? Нет. Что это? Вы что, не знаете, что такое Чиназус? Что это значит? Голосуем. Сюда. Сюда. Чиназус. Чиназус. Плюс-плюс. Чиназус. Сюда. Сюда. Чиназус. Чиназус. Я шире. Ты шире. Ты шире. Я тоже шире. Шире. Добавили. Ура. Близкие. Спасибо. Класс. Чиназус. Ремесла. Хорошо. Ну, второй тогда назови хотя бы, чтобы мы дома послушали. На досуге. Мы сейчас будем два слушать, бро. Давай. Я уже догорелся. Мы как раз сэкономили. Сэкономили на молодых. Сэкономили на молодых. Хорош. Короче, если мы говорим про фастфлоу, наверное, все-таки имена лучше вспомнить. Угу. Это будет правильно. Ну, конечно. Лоджик и имена. У-у-у-у. Лоджик? Нихуя себе. Давай послушаем. Ну-ка передай ему так пять. Давай. Подъехала. Ну, я не этот трек хочу вам показать. Давайте за этот проголосуем быстренько. Естественно, все за. Быстро. Мне трек не понравился. Не понравился? Флоу разъеб, да. Сам трек нет. Хорошо. Ну, ты добавишь себе? Нет. Странный чувак какой-то. Ну и что, Саша? 4-1. У-у-у. Южий, другой трек. Я же говорил про Snoop Dog'а, лучше поговорить. Вот есть именно мы Snoop Dogg. Неожиданно Snoop Dogg сделал фастфлоу в прошлом году. М-м. Давайте послушаем. Давай. Это лось однозначно. Это лось жирный. И трек, и сам факт, что Snoop Dogg читает быстро, что противоестественное его природе, мне кажется. Это прям заслуживает. Там лоджик, ну понятно, лоджик всегда читает быстро, молодец. Да, до этого вообще по лукам читал. С-Н-Дабл-Ди. Он же всегда замедленный. Блин, он реально бы понял, что типа рэперы ускоряются и делают фастфлоу, с ним такой, я пойду в другую сторону, я буду разбирать на буквы. Есть то, что понимаешь, круто, а есть то, что правильно. Вот круто — это лоджик, а правильно — это снудо. Ладно, погнали дальше. Вот это, наверное, трека, который я принес. Я познакомился с фастфлоу, я даже выучил его потом наизусть и повторял его прям в точности, как в этом треке. Давай послушаем. Да, грустная история. Я не знаю, это реальность или просто лирический герой, придуманный Рэмдигой, но вот в этом треке он очень классный. Во-первых, лирика классная. Он тебе рассказывает историю и прям все так рисуется. Да, Рэмдига — большой мастер. Большой привет, Роме. Он профессионал, настоящий мастер. И вот он, у него, видишь, у него не весь трек фастфлоу, он моментами очень сваливается в него, быстро потом возвращается. Это на одном выдыхании делается, понял? Типа, когда это просто такая, получается, большая такая строчка, которая умещается на одном дыхании. Вот так много слов в строчке. Это классно, как многие, да, считают путать, что фастфлоу в грайме, что это просто когда быстро и много, а там много слов в строчке. Как раз и фастфлоу в грайме как раз где-то становиться, где-то ускориться, ну типа, чтобы в разные темпы, при этом не просто типа X2. Динамика, динамика. Мы ставим Рэмдиги лайк вообще всегда. Давайте. Ты че, Бася? Есть кто-то, кто Рэмдиги лайк? Ну да, че-то грустноватое было. Но ты тем не менее плюсуешь? Да. Ну нормально, можно побыть в этом чуть-чуть, он погружает. Бася вот такая, да зачем я так поступил? Рэмдига 5.0, поздравляю. Закончилась категория вопросов, все послушали, все, что нужно, добавили. Я вас с этим поздравляю. И у нас категория, которая называется трек, который должен быть в каждом плейлисте. Сейчас мы не голосуем, да это фундаментальное твое решение, которое войдет в историю плейлиста. Ну тогда, шаман. Чего? Какой трек? Какой? Сам знаешь, какой. А там больше одного. Какой из них важный, который самый важный? Фундаментальный трек мы включим Эрик Сэрман. Если вы не знаете Эрик Сэрмана, то вообще нет в этом ничего страшного. Я же скажу, если вы не знаете Эрик Сэрмана, настоящий Мишамана. А если вы знаете Эрик Сэрмана, то давайте просто послушаем его. Давай. Это настоящий рэп. Он сам пишет музыку, сам пишет тексты, продюсирует. До сих пор? Да. В 96-м он был молодой или уже возрастной? В 89-м году у него золотые уже были альбомы. И вот в 19-м году крайний альбом выходил. А, прикинь, столько лет. То есть он был типа на коне в 89-м и в 16-м выпускал еще альбомы? В 19-м выпустил альбомы, еще сейчас будет новый. Он нормальный глюдец. Нормальный глюдец. Как еще раз его зовут? Эрик Сэрман. Эрик Сэрман. Блин, у тебя просто так интересно, текстовое наполнение так сильно не совпало с интонацией во фразе, когда ты сказал «Если вы не знаете, кто такой Эрик Сэрман, ничего страшного». Ничего страшного. Суки. Ничего страшного. Нет, это вам не доктор Дреттон, которого стыдно не знать. Это Эрик Сэрман. Хрень. Это диггерская хрень. Вот так, это то, что я хотел вам показать, ребята. Спасибо, Женя. С аргументацией «это диггерская хрень» Эрик Сэрман отправляется в наш плейлист и еще один офигенный трючок приобретает. Ребята, сейчас будет выступать лайвом Шотти, поэтому вам приятного просмотра. Мы благодарим Женю Виби за то, что пришел сегодня к нам сюда. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Слушайте музыку. Слушайте музыку. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Адьос. Пока. Мама, не судя меня, стройка. Ты же понимаешь, в этом мне толка. Меня затянуло в это болото. Без этой топы я беру оптом. Ты знаешь, я всегда искал способ, чтобы раскрыть все по полкам. Знаешь, что у корабля есть толка. Без этот опыт подарю толпам. Я убегу, не вернусь. Пускай глаза унесут. Я убегу, не вернусь. Я убегу, не вернусь. Пускай глаза унесут. Ядовитый сон, я сорвусь опять. Без фальшивых нот мне не найти себя. Ядовитый сон. Ядовитый сон. Тянусь к небесам. Дом забит битком. Здесь я нашел себя. Не вернусь. Не вернусь. Пускай глаза унесут. Я убегу, не вернусь. Пускай глаза унесут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова